Микс Ньюс Здравствуйте, добрый день, уважаемые слушатели Радио Болтком, студия Олег Пека и программа Добро Пожаловаться Председатель правления консультационного совета собственников квартир Сергей Сидорко в нашей студии, здравствуйте Доброе утро Ну вот, наступило уже лето, говорят, что все, летний сезон открыт и, конечно, лето это то время, когда счастливые обладатели балконов уже могут там, условно говоря, вынести там стульчик, может быть, выпить чашечку кофе наслаждаться какой-то, если есть вид с балкона, но тем не менее балкон, как вот часть, с одной стороны, квартиры но требующие ремонта то есть дом ветшает и балконы тоже ветшают, вот эта ситуация с балконами кто решает в каком состоянии находится балкон, не опасен ли он становится для проходящих внизу прохожих кто несет ответственность за его ремонт и вот все эти сложные вопросы мы сегодня попытаемся решить 67212-93-9 67213-93-9 телефоны в студии, вы можете писать также и на WhatsApp присылать ваше сообщение на номер 2000-6191 Ну вот да, вот балкон что он какую частью квартиры ну вот он является насколько выходя вот за как будто бы рамки квартиры он с одной стороны представляет и угрозу для проходящих внизу прохожих если начинает балкон ветшать и раньше многие использовали его как дополнительную площадь просто для склада мусора кто-то сушил белье на балконе кто-то еще по-разному его используют насколько сейчас вот это дает возможность ну скажем чувствовать себя полным собственником вот этой вот этой части можно ли творить вот чего ты хочешь вот туда закидать хламом мусором лыжи старые там санки и прочее ну вот давайте разберемся сначала с правовым составом что такое статус балкона скажем мы я говорю сразу что я сейчас буду говорить о балконах вообще но в принципе это в большей степени относится к балконам в серийных домах то есть именно так называемые хрущевки панельные или кирпичные значит балкон как площадь он относится к той квартире и входит в состав общей площади квартиры квартиры которая имеет выход на этот балкон это как площадь как архитектурный элемент это элемент фасада как несущий элемент потому что перекрытие балкона скажем сама несущая конструкция балкона является элементом фасада и общей части собственности здесь такая скажем сложная ситуация с одной стороны это общая часть собственности с другой стороны площадь сама она отдана и влияет на размер имущества конкретного собственника квартиры относительно того что можно что нельзя но сейчас я полагаю по нормативным документам почти ничего на балконе нельзя сушить белье нельзя это давно правилами ограничено курить тоже нельзя складировать какие-то вещи тоже нельзя ни с точки зрения пожарной безопасности ни с точки зрения нагрузки на балкон застеклять балконы тоже без специального проекта разрешения и согласия собственников квартир тоже нельзя то есть практически балкон появляется ну таким у нас элементом где можно выйти ну вздохнуть глубоко свежего воздуха если сосед снизу не подпускает табачного дыма и на этом ограничиться при этом насколько мне известно в прошлом году министерство экономики именно для балконов семейных домов в прошлом году провело закупку и провеливаю экспертизу результат этой экспертизы технического состояния несущих элементов балконов был достаточно предсказуем то есть значительная часть балконов повреждена и сильно и часть балконов представляет просто физическую угрозу как для тех кто ими пользуется так и для прохожих или для тех кто находится ниже то есть получается необходимо работы по укреплению ну или демонтажу балкона то есть ну вот здесь начинается здесь начинается вопрос и собственно говоря экспертное заключение о том что часть балконов представляет угрозу а в общем этого не было сказано там но можно предположить что дальнейшая эксплуатация в общем и попытки их реанимировать ну достаточно сомнительны потому что их целесообразность достаточно сомнительна потому что ну насколько можно продлить там век уже проржавевшего металла можно его конечно защитить на какое-то время от коррозии можно чем-то покрыть можно усилить но насколько это целесообразно я не знаю это первое поэтому варианты с балконами вариантов всего-то три снести сделать так называемый французский балкон когда у вас балконная дверь ограждается ну специальными защитной решеткой чтобы человек не выпал ну да открыть большую дверь можно второе это снести и построить заново такое практикует допустим в отдельных случаях в Эстонии когда происходит реновация домов то вместо сносятся старые балконы и вместо них строится специальная конструкция стекленная и там уже довольно приличная площадь добавляется к квартире и это уже ну как бы ну скажем так оранжерея получается или что-то такого типа то есть там приобретается и новое качество и новая эстетика и третий вариант это реставрировать существующие балконы то есть каким-то образом их там ремонтировать если это возможно либо снимать и на этом месте создавать новые конструкции да но у меня вот сразу вопрос а получается вот срок эксплуатации дома один а у балкона другой то есть или просто балконы эксплуатировались может быть неправильно жильцами почему вот они так приходят в негодное состояние быстрее чем сам дом ну видимо это и конструктивные особенность балкона потому что балкон это консольная конструкция которая смонтирована либо на металлических элементах либо на бетонных которые подвержены очень сильно температурным циклом температурным климатическим циклом воздействием и так далее и очень быстро приходят негодно второе конечно это неправильная эксплуатация самим жильцом балконы нужно было гидроизоляцией следить и своевременно ее восстанавливать точно так же следить за состоянием всей силовой конструкции балкона при необходимости своевременно производить ремонты и ни в коем случае нельзя загромождать нельзя застеклять потому что это меняет сразу условия эксплуатации балкона ничего лучше ему от этого не становится то есть это нарушение ну и возможно это и конструктивная особенность но скажем так сам по себе балкон является неотъемлемой частью фасадного решения и общей части силовой конструкции он не является критическим для самого здания то есть балкон можно отрезать и при этом на прочность здания или на его долговечность это не повлияет но здесь возникает другой вопрос помимо чисто технической проблемы ну хорошо сейчас объявлено что балконы в принципе представляют угрозу для жизни какие действия управляющей компании в существующем законодательном поле мы сейчас должны чтобы снять с себя ответственность я подчеркиваю ничего более экстренно провести техническую экспертизу балконов сообщить собственникам о том что там ну скажем из ваших 40 балконов 5 представляют угрозу 10 вообще в таком предаварийном или в аварийном состоянии остальные туда-сюда еще как-то можно эксплуатировать и все больше у вас нет прав у нас прав нет полномочий у нас нет что делать в том случае когда ты явно видишь что этот балкон болтается его ограждение болтается на 2-3 скажем ниточках и это все вот-вот-вот должно рухнуть кстати уже были случаи недаром министерство экономики устроило проверки потому что два уже несчастных случая связанных с балконом было дальше собрание собственников собрание собственников как правило делится сразу на 2 части одна говорит что балкон твоя площадь иди и сам делай с ним что хочешь ремонтируй восстанавливай и так далее с другой стороны когда люди слышат реальные цифры по ремонту балконов или по этим мероприятиям они хватаются за голову и отказываются вообще принимать решения и вопрос повисает в воздухе и на сегодняшний день и законодатели и министерства экономики все очень аккуратно ушли в сторону потому что что может сделать управляющая компания она может только предупредить об опасности и может предложить какой-то из вариантов технического решения то есть те же самые три варианта о которых мы с вами говорили оценив по стоимости сколько это все будет стоить а вот если ну если можно хотя бы порядок цифр вот сколько примерно это для собственника во что это может вылиться ну это зависит от конкретной ситуации но это может выливаться так один балкон может выливаться от нескольких сотен там 5-6 сотен до нескольких тысяч то есть в зависимости от того что мы собираемся делать и как это все оформить какими материалами и так далее то есть там разброс центра на сегодня очень большой но самое неприятное еще вот чем что допустим непонятно абсолютно какое решение предлагать потому что если 5 балконов там они представляют явную угрозу собственники не согласны их на реставрацию их что сносить для этого нужно проектная документация чтобы Булвалда утвердила проект для этого нужно решение собственников а это уже начинается следующие вопросы дело в том что я как я уже говорил полкон как площадь является частью собственности конкретной квартиры и вряд ли собственника можно вот так решением собрания лишить части своей собственности да с другой стороны если он даже стопровольно согласится на то чтобы эту часть собственности у него изъяли это значит уменьшение всех геометрических параметров дома которые влияют на распределение идеальных долей значит нужен перерасчет и тогда изменения а все это требует стопроцентного решения то есть здесь стоит еще очень большой юридический подводный камень который фактически на мой взгляд в сегодняшнем правовом регулировании является тупиком то есть ничего легально ты сделать не можешь ты можешь сделать силовым методом который является незаконным прийти и сказать вот твой балкон падает я его свежу и дальше сидите и думайте что делаете хотя на самом деле это сразу приведет к большим правовым последствиям для тех кто это сделает и здесь наш законодатель юридической моды министерство экономики оно молчит но ведь это же проблема насколько я могу понимать будет нарастать как снежный ком потому что вы говорите о том что было два случая с последствиями обрушения балконных конструкций но учитывая то что износ панельных домов продолжается и сейчас как раз таки наступает критическое время когда истекает срок службы эксплуатации этих панельных домов с балконами чем дальше тем будет хуже то есть эта ситуация только будет ухудшаться потому что ведь реально никто не производит ремонт и собственников нет денег для того чтобы содержать эти балконы кроме того люди настолько скажем так безответственны что пока гром не грянет мужик не перекрестится то есть вот это вот ну вся ситуация сойдет и так она тоже ухудшается то есть получается что в какой-то определенный момент вот ну начнется какая-то критическая точка когда большое количество балконов придет в негодное состояние и эту проблему придется решать уже как-то ну вот в масштабах чуть ли не всего города потому что это будет счет идти уже не на десятки а может быть даже на сотни балконов ну видите давайте скажем немножко так у этих хрущевок ну наверное больше тысячи домов наверное больше тысячи домов если в каждом доме хотя бы один балкон сейчас находится в критическом состоянии то потенциально это тысяча жертв как минимум если ты летишь один с этого балкона если ты еще на кого-то при этом падаешь то это можно дублировать эти цифры да поэтому вопрос такой я могу себе представить только одну ситуацию то что если такое сейчас случится а такое должно случиться я прошу прощения оно не может вот эта ситуация не может быть подвешена техника есть техника она ветшает ветшает и в один определенный момент она сломается и когда такое случится значит при таком вот положении делок сегодня правовом регулировании ну будут искать виноватого не знаю найдут ли если где-то нерасторопный управляющий ну значит он вовремя не провел дефектацию он вовремя не сообщил собственникам не поставил перед ними вибром вопрос ремонтируете или отказываете значит попадется управляющий если нет если управляющий своевременно и четко сработал ну тогда вина собственника не знаю а как кого кого того кто не отказался голосовать кто голосовал против а что делать с теми кто голосовал зависть здесь коллективная ответственность она в случае коллективной ответственности обычно нарушать при переходе границы лучше всего в толпе так и здесь вот здесь это толпа она куда-то пошла значит кто-то ее завел в данном случае при решении данного вопроса в одну сторону можно завести в другую я не знаю как это будет возвышаться по сути дела я предполагаю что если бы кто-то хотел в государстве вообще, в принципе, цивильно решить этот вопрос, то нужно было бы принять правовое регулирование, которое бы говорило бы, что при достижении определенных критериев экспертов, дай-то сказать, есть один-два балкона, остальные вызывают, ну, уже впечатление, что это скоро до свидания, значит, в этом случае эксперт выносит решение их там, ну, скажем, снести и построить под это правовое регулирование, что решение эксперта эксклюзивно в данном случае, собственники квартир могут только это решение скорректировать каким образом, снести и построить новый, либо сделать капитальный ремонт, а в принципе основное базовое решение сносим, при этом надо построить сразу так, чтобы не надо было бы очень большие какие-то проекты делать, потому что там, вот я говорю, кошмар, сегодня утверждение по многоквартирным домам, каких-либо строительных работ по многоквартирным домам заключается в том, что ты каждому такому виду работ должен приложить решение собственников, ибо Валды в основном занимаются не проверкой технической документации, а проверкой подписи собственники. Все ли, кто подписал, являются собственниками, и вот начинается вот это вот, и когда ты смотришь на строительный проект, вот такая внушительная папка, открываешь там технической документацией два листочка, и 80-90-100 листов это решение собственников квартир с копиями всех, анкеты и так далее. Ну, вот тут пришло, например, такое, а, ну у нас есть звонок, давайте сначала звонок, примем, здравствуйте, добрый день. Доброе утро. Доброе. Или добрый день, да. Вот я не помню, может, года три или четыре назад была такая кампания по усилению, значит, мер безопасности с обветшавшими балконами, фасадами, и многие из этих, значит, балконов и фасадов сейчас обтянуты вот такой маскированной зеленой сеткой. Вот скажите, мне кажется, было распоряжение Рижской думы или еще кого-то о том, что, значит, вот с этими обвешавшими балконами или там фасадами должны быть произведены какие-то определенные виды работ, ну или по демонтажу, или по улучшению состояния, значит, в течение какого-то времени, то ли двух, или трех лет. Я смотрю, многие балконы в центре города, значит, обтянуты этой сеткой лет шесть или семь уже. И вот есть какие-то нормативные акты, которые, значит, позволяют там этот процесс ускорить или наоборот его законсервировать до нескончаемых времен. Спасибо. Спасибо. Для центра города, для исторического центра города Рижская дума механизм придумала. Сразу могу сказать, что на самом деле есть соответствующие департаменты, которые обходят, ну, я подчеркиваю, это исторический центр города, и выискивают деградирующие здания. То есть здания, где фасадное, состояние фасада, эстетическое состояние фасада не соответствует тому, что надо, где явно там уже березки растут или выпадают там кирпичи. И по этим домам, они очень четко, скрупулезно фиксируются, по этим домам, соответствующая комиссия выносит сначала предупреждение собственнику о том, что ваше здание может быть переведено в категорию деградирующего, и просим принять меры. Если собственник не реагирует, то есть не представляет план мероприятия, там обычно нужно принять решение о том, что эти здания будут технически обследованы, на основании технического обследования должен быть сделан проект, причем проект требуется комплексной реновации или реконструкции здания с точки зрения того, что обнаруживается еще внутри, не только внешней части, и плюс к этому сроки, значит, проектирования и строительных работ. Если этого не происходит, то Реческая дума присуждает этому зданию в категорию деградирующего, и налог на недвижимость поднимается раз в 10. То есть это очень-очень мощный стимул. Сколько у меня было в практике обслуживания таких домов, 2-3 дома было, где собственники до того, каким присвоили статус деградации, они играли в демократию, но как только они посчитали, что за 5 лет они в виде налогов заплатят полную стоимость реновации этого здания, то ситуация меняется, и меняется в лучшую сторону. Но это механизм, касающийся центра города. Но я могу сказать, очень жесткий и жестокий механизм, и в денежном плане он очень жестокий. Но это собственник один чаще всего бывает у здания. Нет. Почему? В Старой Виге очень много многоквартирных домов. Очень много. Они там частично были вообще не переданы собственнику, а были переданы. Они были заселены в свое время, прошли приватизацию, и там достаточно много таких. Ну и касается, конечно, и одного, и коллектива. То есть коллективу тоже это способствует такой прочистке? То есть быстро находят консенсус, когда бьет по кошельку? Ну да, но надо не забывать, что в Старом городе живут не одни состоятельные люди, хотя именно механизм рассчитан на то, что в Старом городе, наверное, по умолчанию живут люди не бедные. Но это очень сурово бьет по кошельку и очень хорошо стимулирует. Если мы говорим про Старый город. Я еще раз напоминаю о том, что в принципе, если здание признается деградирующим, а следующий этап это здание признается непригодным к эксплуатации, то дальше может следовать принудительный снос за счет собственника. Это тоже может быть. К сожалению, такой механизм, наверное, в полной мере невозможно применить к зданиям северной постройки в силу другого контингента и в силу других немножко условий. Поэтому там должен быть механизм регулирования, я думаю, такой принудительный инженерный. Если инженера признают, что вот такой вот путь, то либо это сносится и безоговорочно, без решения собрания, то есть типовое решение, балконы ваши подошли к концу срока эксплуатации, давайте их сносить. Если вы хотите сохранить балконы, то тогда голосуйте уже либо за их ремонт, либо за, ну, какой-то новой конструкции. Вот пришел такой вопрос, ну, точнее, даже жизненная ситуация. Сестра живет в Балдырае, в двухэтажном довоенном доме, балконов 6, квартир 24. Вот РНП отремонтировали за 8 тысяч и раскидала на всех. Вот почему те, у кого нет балкона, платят за тех, у кого этот балкон есть? Потому что, ну, вот, получается, из 24 квартир только у 6 есть балконы. Потому что балкон является элементом фасада, и этот фасад является общей частью имущества. И все несущие конструкции балкона, так же, как и несущие стены и балки, являются общей частью имущества в ремонте и в состав хранения которых участвуют все. Здесь никуда не денешься. Вот если мы говорим о том, что вот у нас есть балкон, скажем, там, который состоит из забетонированной плиты, и сверху лежит какое-то покрытие, ну, или в виде керамической плитки, либо мастики, так вот, сама несущая часть бетонная плита и гидроизоляция, это является общей частью имущества, а вот уже покрытие, то является уже частной собственностью. К сожалению, такой закон, тут ничего другого не придумаешь. Ведь когда уважаемая дама там говорит, что она живет в таком-то доме, она же говорит, что она живет в доме с балконами, неважно, что ей балкон не принадлежит. Но это точно так же, как и с лифтами. Если лифт есть в доме, то за его эксплуатацию и ремонт должны платить все собственники. Потому что это, опять-таки, общая часть имущества. Дело в том, что закон очень четко определяет, что общая часть имущества должна содержаться за общие деньги, и совершенно независимо, ты пользуешься этой частью или нет. Ведь мы же, когда говорим о ремонте лестничных клеток, которые являются общей частью имущества, неважно, что ты живешь в первой лестничной клетке. Если мы решили дело, то ты участвуешь в ремонте всех четырех лестничных клеток, которые есть в твоем доме, или трех. Ты не участвуешь в ремонте одной. Просто там равные доли, поэтому кажется, что по справедливости. На самом деле, нет. Общая часть должна содержаться на общие деньги. И еще вот одно такое гневное послание. А, ну, нам еще Юрий, да, продолжает писать про свою, значит, сестру. И что тогда ей прийти к соседу на балкон и там сесть? Ну, вот это такой эмоциональный, я понимаю, комментарий. Она может сесть под балконом и не бояться того, что он упадет. Очень такой нехороший ответ, но он такой. Но на самом деле, крышу, когда вы ремонтируете, у вас не возникает вопрос, почему не именно над вашей сестрой, а где-то над другим соседом. Ремонтируем крышу тоже за общие деньги. То же самое касается перекрытия. Здесь я понимаю суть вопроса, все непонимание вопроса, но я могу ответить, сегодня законодательство регулирует этот вопрос так, и мы вынуждены подчиняться. Другого варианта здесь нет. Не предусмотрено. Ну, вот еще один такой, значит, даже серия комментариев от Ирины. Значит, специально занижается срок службы домов. Значит, читала статью о том, что готовится новый бизнес, доходные дома. Нас готовят для выселения, и это махинации. Выселяйтесь, живите в наемных домах, их нам будут, значит, сдавать. Это новый бизнес и очень успешный. Нет денег, живи в доходном доме на отшибе. Это, значит, такое строительное лобби. Я бы эти два вопроса не связывал. Насколько я понимаю, тот новый бизнес, который Ирина переводит как доходные дома, это сегодня очень модная тенденция в Европе, доступное жилье так называемое. Европейцы вдруг озаботились тем, что, несмотря на то, что у них нету дефицита жилых площадей, до 50% в отдельных странах, до 50% молодых семей не могут себе материально позволить жить отдельно. Поэтому они поставили тезис о доступном жилье, который тоже, насколько я понимаю, под той же идеологией такого же типа вопрос прорабатывается в том числе и в Латвии. Не знаю, насколько он актуален, но я слышал, что прорабатывается. Теперь, если мы говорим об искусственном снижении, да, изменение нормативного срока службы зданий произошло в нормативном порядке без достаточных, на мой взгляд, инженерных обоснований. И сегодня Министерство экономики пытается этот вопрос исправить. То есть вы слышали, что в прошлом году были какие-то исследования по балконам, в этом году планируется исследование по силовым элементам зданий. Но у нас один из радиослушателей правильно подчеркивал о том, что нормативный срок службы здания не означает предел эксплуатации. Это некая граница, которая показывает, что на этом этапе эксплуатации здания нужно сделать углубленное обследование и сделать вывод о его пригодности к дальнейшей эксплуатации и какие необходимых мероприятия. Я думаю, что вот эти исследования, которые приведет Министерство экономики, откроют нам много интересных. Ну это примерно как получается проводить аналогию срок продуктов, срок годности. В принципе, после истечения срока годности многие продукты еще продолжают быть годными, их можно есть, но... Но там возникают риски, да, то есть если уже перейти на это, то вообще-то их есть не рекомендуется, но, как правило, при определенной обработке их еще можно куда-то использовать или там, ну, давайте не будем с этой ядовитой темой, да. Скажем немножко по-другому. Дело в чем, что когда я почитал инструкции по эксплуатации крупнопанельных квартирных домов, там было написано так, что через первые 25 лет эксплуатации этого здания необходимо было по определенной схеме вскрыть закладные детали и посмотреть на их состояние. И, исходя из их состояния, планируют дальнейшие мероприятия по обслуживанию данного здания. К сожалению, мы эти сроки, я не слышал, чтобы кто-нибудь выдержал, и хоть одно бы здание было бы таким образом обследовано. А вот как, интересно, можно обследовать, ну, те же самые балконы обследуются, если, например, владелец квартиры, ну, не пускает в саму квартиру, чтобы можно было исследовать детально. То есть это просто визуально, если балкон находится там на шестом этаже, как можно обследовать его состояние? Скажем, визуально его можно обследовать с вышки. Хотя вот поднятый вами вопрос о доступе к объекту обследования, это, конечно, свежий. Вопрос, каких объектов ремонта, коммуникации общего пользования и вообще элементов общего пользования. А вот как собираются сейчас вскрывать закладные детали? Насколько я выяснил, их надо вскрывать изнутри. То есть вы должны иметь доступ в квартиру и иметь разрешение от собственников взломать его стену. Ну, если мы возьмем минимальный вред, это неудобство, который пыль, грязь и все прочее, то плюс к этому еще и потом нужно восстанавливать это помещение так, чтобы оно имело обратный эстетический вид. Но, скажем, в индивидуальном проекте, таком, какой планируется Министерство экономики, ну, сильно поискав, можно найти, наверное, квартиры, которые принадлежат либо государству, либо самоуправления, либо найти добровольцев, которые, ну, скажем так, преддверии ремонта согласны на такое. Но это такой исключительный подход. А вот что делать после того, как вот скажут, что надо все дома вскрыть, и каким образом мы это будем делать? Это очень большой вопрос. Я знаю, что было предположение со стороны Политехнического института о том, что в результате скрытия нужно делать сразу одновременно и инструмента, вернее, неразрушающие, при помощи приборов неразрушающего контроля, попытаться определить состояние закладных деталей без разрушения стен, и потом сравнить вот измерение с тем, что есть на самом деле. Это позволило бы выработать методику неразрушающего контроля, если такое возможно. Но я не знаю, ставится ли это сейчас задачей как таковой. А в принципе, ну, я не могу предположить, что откроется много катастрофического, хотя, наверное, что-то откроется. Ну, вот что делать, например, с владельцем балконов, если они начинают замечать, что где-то ржавеют места крепления, где-то осыпаются элементы отделки. То есть, какие его должны быть действия? Может ли он поставить вопрос о том, что к балкону необходим ремонт, там, на общем собрании, и таким образом получить какие-то деньги, ну, финансирование на этот ремонт? Вы знаете, сложно здесь в данном случае советовать. На самом деле, если вы замечаете вообще в вашей квартире что-либо, относящиеся к какие-то дефектам, к любым конструкциям, которые относятся к общей собственности, это перекрытие, это пол, это стены, это термопроводы всякого рода, это система отопления, это система вентиляции. В этом случае вы в первую очередь о всех замеченных дефектах или недостатках должны сообщать и письменно, желательно, в обслуживающей организации. Это первое. Второе. Если вы считаете, что этот вопрос нужно вынести на повестку дня, то вы вправе, как собственник квартиры, потребовать от управляющей компании произвести опрос на данную тему. Это законно предусматривается, что если собственник подписанного запроса требует привести опрос, допустим, о ремонте балконов, либо балкона, либо о техническом обследовании балкона, либо балконов, то этот вопрос, может, если он попадает под юрисдикцию общего собрания, то управляющий обязан произвести соответствующие действия по инициации процедуры принятия решения. Аж какое решение примут собственники, это уже второй вопрос. Ну что же, у нас на самом деле и время завершилось. Сегодняшняя программа, мы говорили вот о балконах, но, в принципе, я понимаю, что эта тема волнующая, поскольку тут слушатели продолжают писать, и, в принципе, может быть, мы с их вопросами будем разбираться в следующих программах. Председатель правления консультационного центра собственников квартир Сергей Сидорко был сегодня в нашей студии. Спасибо большое, до новых встреч. Всего доброго.